Всем привет, мои дорогие зрители! Иду на работу, как обычно. Сегодня у нас съем хамиши, значит четверг, значит это последний рабочий день в Израиле. Так что сегодня офигенный просто день, и погода тоже радует. Ну, по крайней мере, в 7 часов утра, еще не жарко, а погода просто, ну, очень комфортная. И сегодня я вам хочу показать святая святых, как место, где я провожу, ну, очень большую часть своей жизни. Это мое рабочее место. Сегодня мы еще с Андреем должны пойти на мероприятие, на батмитсву. Это то же самое, что бармитсву, только для девочек. Бармитсву и батмитсву — это такой праздник, когда еврей или еврейка достигает своего совершеннолетия, религиозного совершеннолетия по религиозным законам. И происходит это в 13 лет у мальчиков и в 12 лет у девочек. По поводу девочек я могу ошибаться, если я ошибаюсь, то поправьте меня, но по поводу мальчиков точно в 13 лет. Ну, а, конечно, обычное совершеннолетие человек достигает только 18 лет, то есть обычно я имею в виду юридическое, светское, как хотите. Сначала надо попить кофе. Так, водички я навела. Обычно я добавляю одну такую ложку. Обычно все рассыпаю, конечно же. И такую же ложку сахара. Сахара можно немножко побольше. И молочко. И добро пожаловать в мое рабочее пространство, мой рабочий стол. Как вы видите, ничего особенного. Обычный офисный стол, обычный компьютер, телефон, куча бумажек, валяющихся на столе, кофе стоит, естественно. Здесь у меня сверху лежит одежда, с которой я работаю на данный момент. Вот. И здесь у меня мои ящички. Давайте посмотрим, что там лежит. Значит, в верхнем ящике у меня обычно валяется всякий мусор. Ну, как мусор, всякие констовары. Скотч, наклейки, блокнотики, ножницы и так далее. Жвачки. Крем для рук обязательно, потому что у меня ужасно сохнут руки. Что еще у меня здесь пакетик чая. В принципе, у нас на кухне всегда есть чай, но иногда он заканчивается в самый неудобный момент. Так что я всегда держу один-два пакетика зеленого чая. Дальше. Здесь у меня ничего интересного не лежит. Файлы. И в нижнем ящике у меня лежат мои вещи. Портфель, с которым я пришла. Кстати, с собой я еду принесла. Я принесла виноградик, энергетик и еще шоколадку. Тут у меня еще лежат печеньки. Одежда теплая, потому что у нас здесь очень сильно шпарят кондиционеры. И иногда бывает очень холодно, даже если на улице 40 градусов. И еду я взяла, потому что, как вы знаете, я не завтракаю утром. И до обеда дотянуть очень тяжело, если ничего не есть. Поэтому я всегда беру с собой что-то перекусить, чтобы перебить. Аппетит. Ну все, буду начинать работать. Всем привет, уже у нас вечереет, и мы едем на батмитсу. Вы знаете, в последнее время мы с Андреем стали везде постоянно опаздывать на все мероприятия. Просто нет такого мероприятия, на которое бы мы приехали вовремя. Мы все время находили себе оправдание. Почему? Да потому что ребенок, да потому что Яну надо собрать, да потому что все это непредсказуемо. Ага, сейчас Яна с нами нет, потому что он до сих пор в садике. Мы сейчас как раз должны за ним заехать. И мы все равно опаздываем. Мы уже отбились от графика на 15 минут. То есть 15 минут назад мы должны были уже быть в дороге. Но мы до сих пор стоим на стоянке. Андрей поднялся, потому что забыл документы. Вот. Да. На удивление мы практически не опоздали. Да. Давай чего-то возьмем попить? Да. Обычно израильские мероприятия начинаются с того, что все люди, все гости собираются в одном помещении. Иногда это бывает на улице. И там всегда есть бар, где можно взять напитки и вот такие небольшие палаточки назовем их. Там, где можно взять аперитив, что-то перекусить, пока не начнется основной ужин. Что-то иногда бывает легкое, что-то не очень легкое. Здесь я вижу, что совсем нелегкое. В принципе, здесь то, что здесь есть, эти можно наесть. Но мы этого делать не будем, потому что основной ужин будет вот там. Я думала, я дождусь до основного ужина, но мой желудок со мной не согласен. Поэтому я взяла вот эти макарошки. Вкусно, кстати? Идем еще чё-то покушать. О, оно острое. Это очень вкусно, но очень остро. А это, кстати, блинчики с капустой. Это соус старияки. Это баклажаны на гриле, я так понимаю. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Перцы на гриле. Это рулетики. Андрей сказал, что это мясо с грибами. Ботата. Еще перцы. Тоже какие-то соусы, не знаю. Конечно же, разная селедочка, потому что тут очень много русских. Тут мясо, значит, кебабы. И курица, мясо душеверное. Обычно такое мясо добавляют в шаурму израильскую. Это булочки, салат зеленый, лук. Это, скорее всего, тхина, огурцы и лук. Думаю, что маринованный. Это не знаю, что такое. И это тоже не знаю, что. Что у нас на этом столе? Жареная картошка с мясом, я так предполагаю. Где с мясом? Это лук какой-то. Это мясо, мне кажется? Может, это мясо? Да. Маслины, яйца. Так зал выглядит внутри. А это наш стол. Я, конечно же, пришла на каблучищах. Ужасно устала, потому что отвыкла ходить на каблуках. Ноги отваливаются. Немножко походила, немножко постояла и все. Нужно было где-то приземлиться. Но я умная девочка. Я взяла с собой сменную обувь. На столе уже стоят закуски. Это у нас тут вяленое мясо, насколько я понимаю. Какой-то салат в майонезе. Морковка. Что-то похожее на салат оливье. Там баклажаны. И вот это вот, я не знаю, что такое, но это что-то с чипсами. На той стороне стола лежат салаты уже более интересные. И салаты, которые я больше люблю. Особенно я люблю вот этот зелень. Вот с этими красными ягодами. По-моему, это сушеная клюква. Вот. И там помидорки. Как бы они не были острые. И там, я так понимаю, печеночный паштет стоит. Андрей ко мне принес коктейльчик. Я надеюсь, меня слышно. Передай привет. Привет. Выдавил из себя. Привет. Похоже, Андрей меня сегодня споить хочет. Он меня заставляет пить. И я жду своего стейка. Ничего не ем. Все, что предлагают от всего, отказываюсь. Потому что жду стейка. И Андрей тоже. Мы бережем драгоценное место в желудке. Кстати, принято в ресторанах, даже когда мы не заказываем определенную еду, и когда мы приходим на какие-то мероприятия, все равно принято на столе давать чаевые. Вот там есть бокал. Зелененький. Туда кладут чаевые. Официантам. Кстати, нам принесли фоточки на магнитик. Даша, ну как тебе детский израильский праздник? Что ты делаешь? Кольцую. Все, мы закончили. Едем за Яном. Припозднились немножко. Собирались 10 уже Яна забрать, но уже... 10 не заберем. 10.30, уже 10.30, мы только выезжаем. Вот. Чтобы я еще раз куда-то одела 12-сантиметровые шпильки. Я не знаю, как я в них, в таких шпильках по Москве бегала. 6 лет. И в метро ездила, и на работе постоянно была. Я сейчас 3 метра не могла пройти, у меня уже ноги все опушились. Какашка. Ай, ай. Что все валится у тебя? Все валится у меня. Все валится. В общем... Все сломалось. Надо забывать, что такое шпильки, и одевать что-то покороче. Да, например, кеды. Например, кеды. Ну, кеды на мероприятие не оденешь, но там, например, 8-сантиметровые каблуки. Это уже совсем другой вопрос. Или сандалии. У них уже бегать можно. За пластырями обратно. За пластырями обратно. Зачем ты носишь? Вот просто объясни мне, что такое каблуки? Зачем его носить? И почему вот у него вообще... Вот почему вот... Вот зачем? В нем нога красивее смотрится. Рост увеличивается. Зрительно. Ноги сразу... Хопа! И на 15 сантиметров длиннее. Нам, коротконожкам, иногда хочется почувствовать себя моделями. Ну, и, наверное, буду с вами прощаться. Я думаю, сегодня хорошо. Наснимала для целого влога. Я очень надеюсь. Так что, да. До следующего влога. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. А мы дроны не запустили. Ну, и что теперь? Завтра запустим. Давай сняемся. Ладно. Яна, давай заберем. Субтитры сделал DimaTorzok